Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Лидер мировой кинематографа Альфред Хичкок сказал как-то, что в игровом кино режиссер это бог, а в документальном кино бог это режиссер. Добрый вечер, меня зовут Сергей Краснобород, музыкальное сопровождение нашей программы Александр Гулай. И разговаривать мы сегодня будем о кинематографе, потому что в студии у нас Сергей Филатов, человек, который непосредственно на съемочной площадке попытался почувствовать себя богом. Правильно я говорю? Ну, отчасти да. Ну да, Сергей снял... Раз Хичкок так сказал, то... Сергей снял игровое кино, документальное, сам... Игровое, не документальное. Игровое, игровое кино, сам... Да. Поподробнее. Как давно, во-первых, появился фильм? Называется он «Испытание», да? Я выдам секрет сразу всем? Да нет, никаких секретов. Фильм уже год назад мы сделали, и он уже опубликован в интернете, поэтому... О чем? О чем фильм «Двух слава»? О любви. О любви. Ну да, если кратко. Хорошо. Откуда вообще появилось желание снимать кино? То есть опыт раньше был какой-то? Сразу пробовали? Нет, опыта в кино не было. Был небольшой опыт, скажем так, литературной работы, там, журналисткой, написания сценариев. Вот, и мне показалось, что я могу попробовать себя и в кинематографе. То есть наглости хватило позариться на святое. Что, откуда... Почему именно кино? Как самое массовое из искусств хочется донести какую-то мысль? То есть, ну, вполне можно было писать сценарий, чтобы кто-то другой снимал. Согласен. Почему кино? Ну, кому-то повезло, он в 20 лет знает, что он хочет от жизни и чем ему заниматься. У меня с этим не совсем все хорошо, и к 40 годам я до сих пор пытаюсь найти какую-то сферу для профессионального самоопределения. Поэтому это был один из шагов, чтобы попробовать себя в деле, которое мне могло бы нравиться. И в то же время попробовать... В то же время это дело должно быть перспективно с точки зрения финансов, скажем так. О финансах мы чуть позже. То есть это, получается, обращение кинематографу к созданию игрового кино, да? Это как... Ну, первый шажочек, как трамплин для чего-то более серьезного, для... Самореализации. Да. Ну, самореализация здесь вторична. То есть самореализовываться в кино очень дорого. Это самый дорогой вид вообще из искусства. То есть, ну, художник может взять кисти краски нарисовать, там, не знаю, музыкант может взять гитару и поиграть. То есть, чтобы самореализовываться в кино, надо иметь либо там серьезных спонсоров, которые в тебя будут вливать... Богатого плата. Да. Либо там продюсеров, которые, если твоя работа стоит того, они смогут донести твою работу до большой аудитории. У меня была именно попытка сделать небольшой шаг, сделать какой-то трамплин для того, чтобы это меня вывело на какой-то новый уровень. То есть все люди, которые не имеют образования профильного, они начинают с того, что снимают маленькое кино, потом снимают кино чуть-чуть побольше. В итоге, если эти работы заслуживают какого-то внимания, то они получают более серьезную работу в большом кино, в прокатном кино. То есть вы сталкивались с такими людьми, которые вот именно так начинали, ну, скажем так, доходили до каких-то... Нет, так много примеров и в мировом кинематографе, и в российском кинематографе, когда люди, не имея образования, добивались серьезного успеха. Ну, одно дело снимать самому там на любительскую камеру, видеокамеру, да? Дома смонтировал, подложил звук, вроде бы, ну, да, вроде бы хорошо. Друзьям показал, всем нравится, любимая девушка, жена, кто там... Да, все восхищение, а на самом деле, если выложить на публику, в общем-то, ну, настоящее игровое кино, вот, во всяком случае, то, которое вы сделали, это уже как бы претензия на такую художественность с каким-то смыслом. Нет, так я же повторюсь, что я хотел, чтобы это стало небольшим трамплином, чтобы это стало каким-то первым шагом к чему-то более серьезному. Поэтому, ну, заниматься самодеятельностью, хотя это, по сути, и есть самодеятельность, я пытался использовать все возможные, все доступные средства для того, чтобы с художественной точки зрения этот продукт, ну, обладал какую-то, имел какую-то ценность. Поэтому, ну, и затраты были, и техника была, и там, с Минска приглашали людей для того, чтобы этот проект состоялся. Ну, то есть... Ну, вот давайте, давайте вначале закончим такой пикантная тема, которую мы так два раза упомянули, относительно финансирования. То есть были какие-то спонсоры? Нет, нет, были небольшие собственные сбережения, которые потратил именно на это. Да, которые удалось оторвать от... От семьи, да. От семьи и вложить в хобби. Да, да, да. Это можно назвать хобби? Пока это только хобби. Пока это не приносит мне никаких дивидендов, ни финансовых, ни... Ну, а куда-то обращались кому-то, ну, такие крупные компании, которые могли бы спонсировать, вложить инвестиции в этот фильм. Вы сами обращались или как бы... Дело в том, что... Наглости до такой степени еще не хватило. То есть хватило наглости показать свой продукт, сделать, ну, извините, конечно. Финансирование могут предоставить люди, когда они понимают, что из этого что-то может вылить. То есть короткометражное кино, оно в принципе не окупаемое, потому что оно не демонстрируется в кинотеатрах, оно не демонстрируется по телевидению. То есть единственный там какой-то в интернете есть канал, который занимается дистрибуцией короткометражного кино. Поэтому единственная возможность найти внешние источники финансирования для короткометражного кино, это так называемый краудфайдинг. Когда на интернет-площадке выставляется какая-то идея, выставляется сумма необходимая для того, чтобы этот проект состоялся. И каждый желающий, то есть так называемое народное финансирование, да, каждый желающий может там по копеечке выделить на то, чтобы этот проект состоялся. А из серьезных продюсеров, я не знаю, кто-то, чтобы вкидывал деньги в короткометражное кино, потому что это априори убыточная сфера. Хорошо. То есть вы вложили свои средства. Да, поэтому я не думал ни о чем, я вложил свои средства в расчете на то, что это кино состоится, на то, что я попробую, пощупаю, как это мне нравится, как это у меня получается. И уже постфактум делать какие-то выводы и для себя, и для окружающих. Ну и что, нравится? Процесс нравится, но я понимаю, что все... Результат уже не важен. Результат нравится в меньшей степени, понимаю, что немножко переоценил свои силы. Это сложно, это сложно. А, все-таки сложно. Не, ну конечно сложно. Давайте закончим предыдущую тему. Волшебную цифру назовем, во сколько обошелся бюджет съемок короткометражного художественного игрового? Да, по большому счету, если не брать, у меня он как бы состоялся с двух попыток. Если взять одну попытку, вторую, то я затратил порядка двух тысяч долларов. Это кино, которое снималось в течение недели, которое имеет хронометраж 25 минут. Ну то есть это, считайте, как одна серия какого-то ситкома. Две недели. Ну неделю мы снимали, потом период постпродакшна, озвучивания и так далее. Музыка, то есть у нас авторская музыка, ну более-менее серьезная. Давайте про команду. То есть вы, ну вот, я хочу снимать кино, естественно. Я все не умею. Обращаться с камерой это особое искусство, например. Звук под кинематограф это особое искусство, ну и так далее. Игра, актеры. Да, я столкнулся с этой проблемой, потому что на нашем локальном уровне очень сложно найти съемочную группу и операторов, и звукорежиссеров, и актеров, естественно. Поэтому приходилось приглашать уже с Минска людей, которые были заинтересованы в этом. А как вы убеждали их? Ну где-то на этапе сценария, людям нравился сценарий, где-то... То есть просто захотелось участвовать? Да, да. Или вы платили? Кому-то платил, кому-то там оплачивал просто переезд и проживание, и питание, кому-то давал какие-то скромные гонорары. Но в любом случае большинство людей, которые были с нами, они работали за идею. То есть им просто хотелось... Ну это в принципе все новички. То есть это важно сказать, что там нет... В моей команде не было ни одного человека, который бы до этого хоть каким-то образом был причастен к кино. Поэтому это все новички, это все любители. Им всем это было вновь, и всем это было интересно. Кино начинается со сценария. Хичкок сказал, для того, чтобы сделать хорошее кино, надо три вещи. Первый – это сценарий, второй – это сценарий, и третий – это сценарий, да. То есть это на самом деле так, и это самая сложная вещь. То есть для того, чтобы у тебя была отправная точка и была хорошая история, надо очень сильно постараться. И причем найти сценарий для короткометражного фильма в интернете, найти авторов, которые это смогут сделать, это очень тяжело. Поэтому мы тоже, опять же, пробовали сами, набивали шишки, переписывали там, не знаю, раз в 50 этот сценарий. Ну, в итоге все равно получилась каша. То есть не все четко понимают, что же там происходит в этих событиях, какая там последовательность, поэтому в этом проблема. Но вы же сами сказали, опыт какой-то написания сценария был. То есть вы сценарий этот… Да, я нашел этот сценарий в интернете, мне он понравился. Автором моего была Татьяна Телишева, она живет в Витебске. И уже совместно мы с ней дорабатывали его под наши возможности, скажем так. Потому что первоначально там была зима, надо было бегать по зимнему лесу. Ну, собственно говоря, первый раз таки начинали, но это просто ужасный ужас. То есть я, вот если молодые кто-то будет слышать, начинающие, ни в коем случае не берите снимать в минус 18 и в лесу, потому что, ну, это просто невозможно. Люди мерзнут, техника отказывается работать и не спасают ни генераторы, ни чай, ни кофе. Ну, то есть в итоге мы переписывали его уже под весну, в итоге переписывали его там под других людей, потому что начинали пробоваться одни люди, потом меняли их на других. И вот получилось то, что получилось. То есть в процессе, вот я как раз хотел вначале закончить с командой, а потом уже перейти ко всем прелестям самого процесса. Да, зимой в минус 18 по снегу, когда отказывает аппаратура, режиссер чего-то хочет. Вот актеры, которые самодеятельные, тоже вроде бы да, вроде бы зачем мне это надо в такую стужу. Какие еще сложности? Там у вас присутствует животное. Животное вообще, как бы съемки с животными такие своеобразные, насколько... Ну, вообще, я сейчас понимаю, что я, конечно, схватился много, много лишнего пытался взять в своей первой работе, потому что самый идеальный вариант для начала – это какая-то камерная история, грубо говоря, там, в кафе или в квартире, где ты не зависишь от погодных условий, где ты, там, в меньшей степени зависишь от того, что ты взял там в аренду, тебя выгонят, не выгонят, там, не знаю, два героя максимум, которые сидят и рассказывают друг другу историю. Вот, это самый идеальный вариант. У меня же там была и дорога, и съемки его в автомобиле, то есть, ну, причем автомобили абсолютно не дешевые, автомобили чужие, люди приезжие из других городов, ну, то есть, я сделал все, все ошибки, которые можно было учесть. У меня там были съемки с вертолета, и съемки с крана, и съемки с рельсов, и съемки в две камеры, ну, то есть, потом это все на монтаже приходилось как-то совмещать, ну, в общем, очень сложно. Начинать надо не с этого. Начинать надо с абсолютно простых историй для того, чтобы просто попробовать, пощупать, набить руку, надо начинать с абсолютно не с того. Сергей, ну, для того, чтобы это понять, надо самому попробовать. Да, не откусивши яблоко, не поймешь его вкус, к сожалению, это так. Ну, кто выше ставит планку, тот выше прыгает. То есть, может быть, так? Ну, не знаю. Я не могу сказать, что эта задранная планка позволила мне сделать какой-то качественный прыжок. То есть, я все-таки сейчас уже, вот после того, как все произошло, считаю, что надо начинать с... Постепенно. Да, да. То есть, с малого и потом доходить до... Потому что, даже если у вас будут эти деньги, хотя у многих начинающих денег-то нет, они где-то там взяли у знакомых фотоаппарат, где-то там договорились с этим, ну, то есть, все так начинают. Но даже если у кого-то там есть тысяча-другая отложена на этот фильм, то я бы посоветовал не влазить ни в какие технические сложности, ни в какие там съемки с машиной, ни в какие там сложные с постановочным светом. То есть, простая камерная история, но просто, чтобы там были характеры, репетировать с актерами заранее. Потому что, вот у меня люди все, они до этого, они не стояли перед камерой, они не знают, как это делать. И мы очень много времени тратили на то, чтобы, ну, как мне кажется, чтобы получилась правда на экране. Хотя ее все равно получилось не так много, потому что... И я слаб в этом отношении, и актеры никогда этим не занимались. Ага. То есть, вот вы объясните актерам, чего хотите... Да, я пытался как мог. Да, на пальцах, да? Да, на пальцах. Но ведь в этом и искусство режиссера, что он, ну, хороший режиссер может создать хорошую атмосферу на площадке и выжить из актера, ну, выжить – это не удачное слово, способствовать тому, чтобы актер раскрылся максимально. Но учитывая, что я не знаю, как это делать, и учитывая, что люди никогда этим не занимались, то, конечно, получалось сложно. Иногда мы там по 15 дублей одно и то же пробовали делать, и... У вас хватало терпения вообще на это? Ну, 15 дублей, люди, хочу сказать, как в это... В целом... Извините, хочу сказать и не могу объяснить, как. В целом у меня терпения хватало, и в целом обстановка была на площадке очень дружелюбная, хотя несколько раз мы срывались, несколько раз мы срывались. Но в тот момент, когда мы срывались, результат был очень-очень нужный. То есть мы срывались, и я понимал, что после вот этой небольшой эмоциональной перепалки актер начинал выдавать, то есть это тоже надо было, оказывается. То есть искренность, эмоция появлялась. Пошла какая-то искра, да, пошла какой-то вот... Там просто была такая сцена, когда они ругались в лесу. Вот, кстати, пошел фон нашей работы. Да, как раз это. Там была сцена, когда главные герои ругались в лесу. И у актера, у Жени, у него не совсем получалось выдать то, что мне хотелось, чтобы он, да, на форте выдал. И мы как раз с ним вот повздорили. Да блин! И вот я говорю, давайте, стоп, снимаем все. И мы начали снимать, и оно пошло очень правдоподобно. То есть, может быть, вот режиссеру нужно для того, чтобы раскачать актеровые провокации какие-то устраивать? Конечно, конечно. Потому что кто это, по-моему, Тарковский какого-то актера возил в закрытом вагоне полсоюза, вот так вот мотал для того, чтобы довести до такого... Не, ну самым ужасным считается российский покойный режиссер Алексей Герман, который откровенно матерился на площадке. Он материл всех актеров, и там, мать, и так далее, и так далее. И вот он снимал с Ярмольником, трудно быть богом, порядка десяти лет этот фильм. То есть, ну, это вот считается самый тяжелый режиссер с точки зрения характера. Все-таки вот, если вернуться к самому сценарию. Идея, вы сказали, что фильм о любви, но там есть элементы триллера, там есть элементы такого психологической драмы. Сам выбор темы. То есть, ну, понятно, я хочу снять кино, но о чем... Вы точно знали, о чем вы хотите снимать? Нет, нет, нет. Я просто искал историю, которая мне понравится, то есть, которая, на мой взгляд, может зацепить зрителя. Так получилось, что эта история оказалась, ну, по большому счету, о любви, о взаимоотношении двух людей, которые уже там не первый год в браке, которые поднадоели друг другу и хотели уже расставаться. Но при помощи, там, вот одного дня у них случилось так, что они пересмотрели свои взаимоотношения, почему фильм называется «Испытание». То есть, ну, вот такое у них испытание было. И они решили остаться вместе. Ну что ж, вы уже в двух словах, Сергей, рассказали вообще сюжет фильма, хотя я не хотел этого делать так немножко. Ну, интрига сохранилась еще. Да, немножко сохраняя интригу, потому что, уважаемые телезрители, вы посмотрите этот фильм игровой сразу после нашего разговора. А тут, в общем, сами оцените, насколько Сергей Филатов на площадке был богом в качестве режиссера. Ну, Сергей, не сразу было, да? То есть, не сразу вы сами взялись за режиссуру как таковую, ну, на площадке. Вот вы сказали, что приглашали вначале других людей. Нет, я приглашал других специалистов. И режиссера в том числе. Нет, нет, режиссером я был сам изначально. То есть, мне хотелось именно себя попробовать как режиссеру. Как человек, который может сформировать команду и сделать какой-то продукт, который можно назвать фильмом. Вот. А я приглашал первый раз, да, когда вот было холодно, я приглашал специалистов из Москвы, там, из Питера звукорежиссер приезжал, оператор приезжал с Минска, московский артист приезжал, который там в сериалах снимается. То есть, я хотел сделать такой пан или пропал. То есть, такое, положить на чашу весов все. Если уже тратить деньги, то как бы... Да, чтобы дилетантом на площадке был только я один. А все остальные, чтобы были специалистами. Но с первого раза не получилось. Поэтому второй раз мы уже снимали весной, спокойно обстановки, бегали по нашим гомельским лесам, пугались волков, якобы. А вот волков, кстати, это собаку взяли. Там по сценарию вы специально прописываете этого волка? Или как бы он спонтанно? Да, ну вот опять же, если бы нам не хотелось особо зрителей наших вводить в курс дела, ну, уже сказали, так сказали. Да, это собака, хаски, молодая, не очень... Ну, то есть, она дрессированная, конечно, но она такая... Она была первый раз в лесу. Естественно, для нее все эти звуки, но хаски... Да, то есть тоже была новичок на съемочной площадке. Абсолютный новичок. Даже в лесу. Я же говорю, у нас команда новичков. Мы брали тех, кто только вот... Только таких. В итоге мне надо было снять сцену, когда она там бежит, угрожает, и мы снимали все это с поводком. Но поводок, он достаточно заметный. Я боясь, предвкушаю, что будут сложности на постпродакшене, чтобы это все закрасить, чтобы этого поводка не было видно. Я говорю, давайте попробуем, чтобы вот буквально 3 метра она пробежала на камеру без поводка. То есть вот мне нужен был крупный план, как она бежит на камеру. Хозяйка говорит, ну хорошо, на ваш риск. Мы отпускаем эту собаку. Первый дубль, она бежит там, она дает ей курочку, она бежит к ней ко мне. Второй дубль бежит, но мы, естественно, не успеваем, потому что она очень быстро бежит. И с третьего дубля она убегает в лес. Нора, Нора, Нора. И без камеры давай ее искать. Вот это надо было снимать, это был бы лучший фильм, если бы мы засняли, как мы ее по болотам там бегали, искали. Короче, мы его 2 часа убили на то, чтобы добыть эту собаку. Но я-то как продюсер, грубо говоря, который человек организует все это, я обязан был помочь. И мы побежали вместе искать эту собаку. То есть еще этот съемочный день был потрачен с пользой. Ну да, вот таких курьезов, конечно. Погода, то солнце, то снег. Когда нам надо солнце, идет дождь. Когда нам надо хмурое, ну по драматургии, вот вначале они должны были ехать в таком угнетенном настроении, нужна была темная туча какие-то, но этого не было. А в конце нам хотелось солнышко. Ну, сделали, как сделали. Ну, что дальше будет с этим фильмом? Я думаю, что с этим фильмом ничего не будет дальше. То есть это останется в моей персональной коллекции и в доступе, в открытом он находится сейчас на YouTube. Потому что я в нем не вижу никаких ни фестивальных перспектив, ни тем более каких-то дополнительных прокатных. То есть это мое маленькое портфолио, моя первая визитная карточка. Ну, если первая, то, наверное, пойдут и дальше. Ну да, у меня уже есть второй фильм. Сам вкус вот этого ощущения бога режиссера на съемочной площадке. Так, ребята, вы туда пошли, это камеру включай, ты быстрее на плечо беги, собаку сюда, это нет? Нет, это вот этого вообще... Режиссера-диктатор? Я бы очень хотел этого избежать вообще. Для того, чтобы вот это... Есть второй режиссер, который занимается планированием, есть продюсер исполнительный, линейный, их там куча, которые должны отвечать за взаимодействие всех. Мне очень хочется заниматься, и, собственно говоря, у меня это получалось мало, потому что на мне было много организационных вопросов. Мне хочется заниматься именно тем, что будет в кадре, как будут говорить герои, будет ли зритель воспринимать это как жизнь. Пока я понимаю, что у меня это не очень получается. Пока вот по оценкам, но мы понимаем, что все-таки какая-то натянутость в игре, видно, что все это такое вот, ну, среднего пошива. Хотя для дебюта я считаю, что... Ну, дальше будет, вы сказали, второй фильм уже есть, да? Да, да, да. Есть второй фильм, короткометражный. Ну, вот он как раз-таки сделан именно под формат фестивального кино, то есть и по времени он намного меньше всего лишь 7. То есть это изначально уже планируется для... Да, 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 и по времени, и идея, то есть это фильм, скажем так, сделанный для фестивальных жюри, для кинокритиков. То есть там тоже определенная интрига есть. И вот я сейчас занимаюсь тем, что его отправляю на фестиваль, но пока тоже результатов похвастаться нечем. 20 фестивалей я отправил, и два из них взяли его, ну, на селекцию. Программу, да? Да, да. А дальше? А дальше будем смотреть, будем думать, что получаться. Но, скорее всего, что за свои деньги я больше снимать не буду, потому что все-таки дело достаточно затратное, и пока я не вижу, что это перспектива, есть отдача. Что деньги отъяваются, что это и... То есть для собственного удовлетворения попробую? Да, пока хватит, побаловались и хватит. А дальше будем смотреть. Если будет возможность поучаствовать либо там как сценаристу, либо как режиссера именно на каких-то проектах, куда меня будут приглашать, тогда я буду, конечно, это делать с удовольствием. Быть организатором своего кино и вот режиссером я вряд ли уже буду. Ну, вот профильное образование, вы упомянули такой термин. То есть его у вас нет, именно кинематографического. Нет, только книжки. Книжки, мастер-классы и видео, и живые мастер-классы. То есть образование я не получал. Ну, к сожалению, к сожалению, и российское, и тем более белорусское, режиссерское образование, оно очень сильно страдает. И это не мое мнение, это... Об этом говорят многие известные российские продюсеры. Поэтому, что правильнее отдать 5 лет на образование и, соответственно, там, круглую сумму, либо все-таки... Методом проба ошибок. Да, либо все-таки брать, начинать и пробовать снимать свое кино, сегодня однозначно никто не скажет. Приводит к успеху и такая схема, и такая. Поэтому учиться я... Но ваш опыт показывает, что, в принципе, это возможно. Главное – желание. Ну, возможно попробовать. То есть, если это принесет какой-то ощутимый результат, тогда вот, ну, ваша фраза будет, она справедлива. А пока, ну, я весь, я всего лишь только попробовал. То есть, ну, такую пробу может сделать абсолютно любой человек. Ну, любой человек. Не каждый, как бы, ставит перед собой такие высокие задачи. Ну, это да, не у каждого. Просто попробовать, я же вам говорил. Снял на фотоаппарат, на камеру, подложил какую-то музыку. Ну, и ладно, и хорошо. Всем понравилось. Я себе в портфолио, как вы говорите, записывал, что этим я тоже занимался. А тут уже в вашем случае это уже, ну, как бы, претензия, я не побоюсь этого слова, на какое-то содержание. И не просто там экшен такой популярный, а, в общем-то, хочется еще и психология какая-то там просматривается. Не, ну, мне хотелось, чтобы зритель, посмотрев этот фильм, почувствовал для себя, чтобы это его зацепило, чтобы он почувствовал какую-то эмоцию и сделал для себя какие-то выводы именно в плане отношения, что вот, ну, с близкими людьми надо относиться очень уважительно. То есть, если такой эффект был, то я только рад. То есть, если люди посмотрели, и у них стало там теплее на душе. Ну что ж, фильм можно посмотреть в интернете, на ютубе. Называется «Испытание», короткометражный фильм. Ну, и мы сейчас посмотрим вместе этот фильм. Мы завершаем нашу беседу с Сергеем Филатовым. Мы говорили сегодня об авторском кино. Можно ли его снять на нашем местном материале своими силами? Ну, оказывается, в основном за свои средства. Ну, во всяком случае, я думаю, что эта беседа наша будет полезна и тем, кто собирается воплотить свои творческие замыслы именно в плане кинематографа. Александр Гулай, музыкальное сопровождение. Помощь в подготовке программы оказала компания «Баслаков Бэнд». Ну, меня зовут Сергей Краснобород. Прощаемся. Встретимся в эфире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok